Ольга, ну вот, расскажите нам немножко, я думаю, что не все наши зрители в курсе того, как именно работает почта, которую могут доставлять в Лефортово. Расскажите, пожалуйста, вот этот процесс. Если открытку на фамилию Соровикину все-таки забрали, значит ли, что это именно он там сидит? Ее конфисковали с опасной фамилией. Да, и проверили. Расскажите, пожалуйста, какие-то подробности, которые можно предполагать хотя бы. Ну, вообще, это старый добрый дедовский способ для Руси сидящей искать заключенных. И особенно вот этот способ был нами применен вот в последние полтора года во время войны. Мы так искали украинских заключенных, в том числе и то, что называется, цивильных заручников, горожанских похищенных. С ними сложнее, всегда ответа их там нет, но иногда получается. Иногда получается, вдруг приходит ответ, что 100 колоний написали, а 101-е пришло письмо доставлено. Мы кинули клич по волонтерам тогда, когда в прошлом году стало известно, что в Россию зачем-то забрали 2,5 тысячи, 2,5 тысячи заключенных из Хельсовской области во время дооккупации. И мы начали их искать точно таким же образом. Конечно, мы справиться не могли. Пришли на помощь волонтеры, которые вот точно так же писали письма повсеместно, зная фамилии заключенных, связываясь с родственниками. И в конце концов, действительно, мы установили почти всех, практически всех, именно вот такими письмами, что разошлешь 100 писем, 101-е придет, ответ доставленный адресату, значит, он там. Обычно так. В другое время, ну или это может быть сейчас, значит, когда человека нет в учреждении, да, то вам пишется ответ, что такого нет, до свидания. Может быть, что человек есть, и написано, что ваше письмо ему доставлено, а на самом деле нет. Яркий пример Алексея Навального. Это вот бывает довольно часто. Бывает так, что, это чаще всего бывает с посылкой, что человек есть, ждет посылку, отправляешь посылку, а инспектору просто лень идти на почту, лень тащить посылку, и она полежит там месяцочек и уходит обратно. Вот такое вот бывает. А вот чтобы человека не было, а для него забрали письмо или посылку, вот такого у нас еще не бывало. Поэтому очень все, конечно, возбудились, когда получили, наша волонтерка получила сообщение из почты, что забрали письмо, потому что мы писали же не только в Лефортово. Ну да, и удивительно, что в отличие от того же Дилимханова с главой Чечни Кадыровым, Суровикин пока и действительно не появлялся. А вот вообще таким людям, которые для государства представляют явные такой важность и значение, может человек с улицы просто действительно взять и написать в идеале, в идеальном условии? Да, конечно, с письмом нет ограничений, если там не написано что-нибудь там такое, что нельзя писать. Надо сказать, что я, конечно, справила и ставлю, что если Суровикин арестован, то он в 9.9.1. Это что? Это централ Матросской тишины, где сидел Навальный, где сидел, не знаю, там Барсуков, ночного бюджета Петербурга, где сидели Ходорковский и Платон Лебедев. Такой вот Крылевский централ. Могло быть, могли оттуда открытку забрать, например, но не забрали. Не забрали, забрали в Лефортово. Мы знаем, что написано было в открытке, которая весит 7 грамм, как мы видим из трека. В открытке наша латерка написала, на самом деле, очень правильные слова для любого человека, который подозревается в каком-либо преступлении. Не скажу, что кто-то из нас отчувствует Суровикину, конечно, нет. Мы пытались установить другое. Там было написано, что мятеж – это ужас. Было написано слово «ужас». И, конечно же, Суровикин в нем, безусловно, никак не участвовал. И пожелание крепкого здоровья. Вот, собственно, все. Да, это как раз был мой следующий вопрос, потому что все в чате очень интересуются, с чем поздравляли Суровикину. Потому что если открытка... Крепкого здоровья. То это какое-то поздравление. Крепкого здоровья – это хорошее пожелание для всех нас сейчас. Ольга, скажите, как вам кажется, если Суровикин попал все-таки в Лефортово, а не в Кремлевский централ, о котором мы только что разговаривали, что это значит для самого Суровикина? Ну, вообще, я бы не рискнула бы рассуждать именно так, потому что пока мы знаем, что в Лефортово находится открытка, адресованная Суровикину. Да, не Суровикин. С.В. 16 октября 66-го года рождения. Ну, вполне возможно, что там сидит другой Суровикин, Сергей Владимирович, 11 октября 66-го года рождения. Но... Предположим, что там сидит Суровикин. Некто сидит человек Суровикин и С.В. 11 октября 66-го года рождения. И тот ли это Суровикин, непонятно. И, может быть, что-то напутал инспектор и так далее. Но если Суровикин там, не в первый раз. То он там в первый раз. Ему не привыкать. Я напомню, что Суровикин уже сидел в Лефортово после путча 91-го года, когда танк под его командованием убил трех защитников Белого дома. Это как раз-таки он, да, был на том... Да, это был как раз он. Как раз он. И тогда он был амнистированным, после чего сделал вот такую выгружительную карьеру. Вместо того, чтобы все-таки досидеть в Лефортово столько, сколько ему положено. Прекрасный карьерный взлет в России, конечно, да, после таких событий. Амнистия для героизации последующая довольно теперь традиционная вещь в России. Ну что ж, я хотел еще, если позволите, все-таки, так как вы наш преподаватель, задать вопрос по поводу этой темы, которую мы обсуждали, по поводу деградации образования и вообще отсутствия возможностей для нынешних абитуриентов. Что бы вы, как преподаватель, посоветовали им сейчас делать? Ну, вы знаете, я сейчас с большим удовольствием слушала своего коллегу по свободам университета Кирилла Мартынова, который вот был до меня у вас в Кире. И для меня тоже очень важные слова. О том, что, да, в августе начнется у нас новый набор студентов. Все три года я преподаю и в свободном университете. У меня странный предмет, который я сама выбрала, новая этика журналистская. Конечно, вот это вот все то, что мы с вами так любим. И для меня, конечно, вот сейчас будет большое волнение после того, как университет признан нежелательной организацией, кто будет из России и будут ли студенты из России, потому что сейчас это очень опасно. С другой стороны, знаете, я помню одну из лекций наших в этом году. Мы встречаемся в Зуме, общаемся друг с другом в Зуме напрямую. И одна из слушанниц, которая была у нас в России, был открыт Зум, когда у нее начались обыски. Вы представляете, мы сидели все тихо. В общем, полтора часа в прямом эфире наблюдали, как к ней пришли сотрудники ФСБ по поводу ее журналистской деятельности. Вот такое образование в России. Такое образование, да. Такие перспективы. Такое образование. Мои университеты. То есть преподает сразу два предмета. Журналистику и как вести себя при обыске. Да. Спасибо. Да, это утро. Вы сегодня убили, конечно, я как-то упустил, может, это все знали, сейчас меня обвинят. Про Суровикина и вот этих трех молодых людей, защитников Белого дома. Я тоже, кстати, не знала. Да, это был он. Это был он. Ну, тогда... Спасибо. Ольга Романова продолжает нас образовывать. Глава фонда «Русь сидячий» была в нашем эфире. Рассказали о том, как некоторый Суровикин получил открытку в Лефортово. Рассказали. КОНЕЦ Продолжение следует...